Добро пожаловать в Европу, Европа в фокусе. Территория Турции одна из самых сейсмоопасных зон в мире. Год назад, 6 февраля, на юго-востоке этой страны, а также в соседней Сирии, произошло страшное землетрясение. Сотни тысяч строений были разрушены или повреждены. Только в Турции пострадали или были вынуждены искать новое пристанище миллиона людей. Более 50 тысяч человек погибли. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган пообещал всем пострадавшим финансовую помощь, а тем, кто лишился крыши над головой и новое жилье. В прошлом году в стране проходили выборы, и Эрдоган активно использовал этот козырь в ходе своей избирательной кампании. Год спустя корреспондент ДВ в Турции побывала в одном из пострадавших от землетрясения районов. Значительная часть жителей покинула эти места. Но тысячи людей до сих пор живут целыми семьями в палатках, контейнерах или аварийных домах. Порой прямо посреди руин. Некогда цветущий турецкий город Антакия. В настоящий момент здесь преимущественно развалены и безлюдные пространства. Год спустя после страшного землетрясения. Во многих местах до сих пор разбирают завалы рухнувших домов. Целые кварталы практически полностью опустили и стали непригодными для жилья. На окраине. Энгин Ашкар пытается хоть как-то скрасить жизнь своей дочери Кавин. Как и многие здесь, в зоне, пострадавшей от землетрясения, они живут в контейнере. Унылая металлическая коробка, предоставленная им властями. Тут они живут все вместе с мамой Кавин Сивал и её младшим братом Али. «Давай потанцуй немного, но только осторожно». Здесь тесно. Шестилетний Кавин почти негде играть. Но это лишь одна из огромного количества проблем. «Часто в водопроводе нет воды. Иногда я обужу ребёнка в два часа ночи, чтобы помыть его, потому что в это время идёт вода. Инфраструктура города разрушена. Власти не справляются с ситуацией. Жизнь стала очень тяжёлой». Энгин и Сиваль – оба учителя. Они рассказывают, что у них был собственный дом, постоянный доход и планы на будущее. Все чувствовали себя в безопасности. Но год назад, 6 февраля, всё внезапно изменилось. «Повсюду было темно. Я пригляделась, и вдруг на стенах стали появляться трещины. Вещи начали падать отовсюду. Я подумала, что это какой-то кошмарный сон». Но это не был сон, а сильное землетрясение магнитудой 7,8. Ещё один подземный толчок последовал через несколько часов. Юго-восток Турции подвергся беспрецедентным разрушениям. Почти 300 тысяч зданий рухнули или стали непригодными для проживания в 11 турецких провинциях. Спасательные службы прибыли слишком поздно. Погибло в общей сложности более 50 тысяч человек. Эксперты возлагают вину за масштабы катастрофы на некачественное строительство. Правила безопасности строителями были проигнорированы практически повсеместно. «Так страшно мне в жизни не было никогда. Я помню, как пытался защитить дочь. И она всё время говорила моей жене. «Мама, всё будет хорошо. Папа нас спасёт. Он с нами, не плачь». Год спустя сотни тысяч местных жителей всё ещё живут в огромных контейнерных городах и других аварийных убежищах. Это настоящее испытание при зимних температурах. Вскоре после землетрясений президент Раджеп Таиб Ардаган давал смелые обещания. Например, что половина зоны бедствия будет восстановлена всего за год. «На первом этапе наша цель в течение года построить 319 тысяч квартир и сельских домов и передать их новым владельцам». Но пока что сделано совсем немного. На этой строительной площадке в Антаке Мустафе Арслану и его команде нужно спешить. К февралю были готовы первые несколько тысяч квартир. И вот очередные попытки объяснить, почему всё задерживается. «Самая большая проблема на данный момент – это дождь. Здесь, в регионе, шёл очень сильный дождь. Но мы работаем без перерыва, чтобы наши жертвы землетрясения могли переехать как можно быстрее». Антаке изо всех сил пытается встать на ноги. Многие владельцы магазинов теперь торгуют прямо из контейнеров. Телефоны, одежда, конфеты. Но экономика здесь в упадке. Большинство бывших покупателей либо нет в живых, либо они уехали в другие регионы. Чтобы помочь своей шестилетней дочери Кавин справиться со страхами, возникшими после землетрясения, Энгин раз в неделю вводит её в любимое место. «Окей, иди за мной. Три, четыре, пять». Балетная школа Фатьмы Сатар. Некоторых маленьких балерин катастрофа оставила сиротами. Преподавательница Фатьма знает, что приходится переживать этим детям. Ведь она сама потеряла под завалами многочисленных родных и друзей. Большинство детей никогда не улыбались, постоянно отвлекались. Они были настолько напуганы, что не хотели даже ненадолго расставаться со своими семьями. Но шаг за шагом мы помогали им преодолевать свои страхи при помощи искусства и любви. Наше горе объединило нас, и мы хотим вернуть им хотя бы частичку их прежней жизни. Уроки танцев помогают и родителям. «Здесь мы наконец-то можем перевести дух и на мгновение оставить все наши проблемы позади. Это прекрасное чувство». Танцы и радость от общения вытесняют мысли о кошмаре землетрясения. Для Ковины и других детей это моменты самого настоящего счастья. И короткая передышка от новой странной жизни в их разрушенном городе. В сентябре прошлого года власти Азербайджана решили провести военную операцию, которую назвали контртеррористической, с целью вернуть полный контроль над самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой. До этого регион фактически находился в блокаде. Перекрыт был даже доступ через Лачинский коридор, который оставался единственной дорогой, связывавшей Карабах с Арменией. На фоне договоренности о прекращении огня было объявлено и о ликвидации самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Более ста тысяч армян, практически все население региона, покинули его буквально в считанные дни. Наши коллеги с официальными сопровождающими отправились в опустевший Карабах, чтобы увидеть своими глазами, что происходит с ним сегодня. Поездка в закрытый регион Азербайджана в Нагорный Карабах. Для нее нам нужны специальные разрешения от азербайджанского правительства. На блокпостах нас проверяют полицейские и военные. Как иностранной съемочной группе, свободно передвигаться по региону нам запрещено. Впереди или рядом всегда азербайджанский сопровождающий. По пути повсюду следы 30 лет разрушений, упадка и войны. А также повсюду в земле мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Совсем рядом тут годами проходила линия фронта. Теперь Джабир Самадов и его команда, рискуя жизнью, занимаются разминированием местности. Да, мы находили тут погибших. Солдат и других военных. Даже путь к туалету тщательно размечен. Мы спрашиваем, кто устанавливал мины. Армяне или азербайджанцы? Территория, на которой мы сейчас работаем, была заминирована нашими врагами. На данный момент эти земли – минные поля. Затем сопровождающий прерывает интервью. Очевидно, ему не нравится формулировка. Мы не говорим враги, а говорим сепаратисты. Армяне нам не враги. Мы не считаем их врагами. Эти мины были установлены армянскими сепаратистскими силами в Карабахе. Как минимум на этом этапе я задаю себе вопрос, кто здесь готов честно поделиться своим мнением, а не рассказывать то, что хочет слышать азербайджанское правительство. Нагорный Карабах расположен на азербайджанской территории, но долгое время там жили в основном армяне. Во время военного конфликта в 90-е годы Армения установила над регионом контроль. Многим азербайджанцам пришлось бежать. Теперь ситуация изменилась. Азербайджан, богатый нефтью и газом, сначала изолировал Нагорный Карабах от внешнего мира, а затем вернул его обратно военным путем. Более 100 тысяч армян бежали в Армению. Некоторые места производят впечатление городов-призраков, другие нам вообще не разрешают посетить. Но есть и много стройплощадок. Азербайджан строит новое жилье для своих граждан, такое, как у Исмаила Сулейманова. Он показывает нам свою квартиру, в которую заселился с семьей несколько недель назад. Это кухня. Это столовая. Кухня, три комнаты, ванная, балкон. Сулейманов и его жена получили квартиру, как компенсацию от правительства, говорят они. Потому что оба они отсюда родом, а в 90-е им пришлось бежать. Почему они так хотели вернуться? В Баку мы жили в социальной квартире, у нас не было настоящего дома. И мы всегда говорили, что когда-нибудь вернемся на свою родину. Оба всю свою жизнь были беженцами с самого детства. Вы думаете иногда об армянах, которым недавно пришлось бежать? Нет. Почему я должен о них думать? Я думаю только о своей стране, о своей родине, о своем родном месте. Ноль эмпатии. Кстати, Исмаил получил от государства не только квартиру, но и работу водителя грузовика. Когда камера выключена, некоторые во дворе становятся откровеннее. Да, квартиры замечательные, говорит один. Но работы тут почти нет. Действительно, критика – редкое явление в Азербайджане. Особенно, когда речь идет о войне в Нагорном Карабахе. Но, тем не менее, иногда звучит и она. Когда записывалось это интервью, сопровождающего рядом не было. Мужчина выражает в интернете свой протест против силовой политики государства, но хочет остаться неназванным. Из-за постов в соцсетях его уже несколько раз допрашивали сотрудники разведки и даже избивали. Они говорили, в следующий раз заберем тебя и твою семью в наш участок и будем вас пытать. И также сказали мне, мы изнасилуем твою мать. На международном уровне Азербайджан и Армения в последнее время начали осторожное сближение. Есть намерение обменять военнопленных и обсудить условия мирного договора. Но недоверие остается, а также опасение, что в будущем могут вспыхнуть новые войны. Из-за путинской агрессии против Украины оборвались многие связи России с Европой. Это касается и культурного наследия. Война затронула даже знаменитое православное кладбище Сент-Женевье в Дебуа, в пригороде Парижа, где похоронены многие эмигранты из России или их потомки. В том числе и люди очень известные. Многие приезжали сюда словно в музей. Деньги на уход за могилами приходили в том числе и из России. На фоне санкций платежи были приостановлены. Ну а кладбище пока есть кому позаботиться. На кладбище Сент-Женевье в Дебуа тихо. Старинные могилы, меланхоличное настроение. Вера Аболенская одна из немногих, кто регулярно посещает это место. Ей 73 года. Она принадлежит старинному русскому аристократическому роду. Ее предки в 1917 году бежали от большевиков на запад. Могилу своих родителей она посещает каждые несколько недель. Люди, похороненные здесь, часть истории нашей страны. Это не такое кладбище, как все остальные. Здесь мы чувствуем себя как дома. Ее бабушка и дедушка сбежали во Францию через Турцию и Венгрию. Родители Сергея и Ирина приехали в Париж в 30-х годах. Именно здесь они встретились. Это наша семья. Мне было тогда 10 лет. Наш род княжеский. Я принадлежу к 34-му поколению. Аболенские существуют по крайней мере с 10-го века. Мы всегда занимали важные государственные должности. Мы были частью аристократии. Они не единственные известные личности, похороненные здесь. Жан-Пьер Ламот, эксперт по истории кладбища. Пойдемте, я покажу вам могилу, о которой вы, возможно, не знаете. Там похоронен Юсупов, убивший Григория Распутина. Он был женат на племяннице царя Николая II. Здесь покоятся многие российские знаменитости. Здесь похоронены только известные личности, такие как знаменитый режиссер Тарковский, высокопоставленные военные царской России, художники, писатели. После революции во Францию эмигрировали около 150 тысяч россиян. С момента вторжения России в Украину на кладбище стало еще тише. Ведь раньше сюда приезжало много русских туристов. Россия оплачивала уход за могилами, если у похороненных там нет наследников. Эти платежи временно приостановлены. Французская организация следит примерно за 600 могилами. Мы несем моральную ответственность. Без соответствующей атмосферы кладбище теряет свою духовность. Каждая могила должна быть местом молитвы. Одна могила привлекает особое внимание посетителей. Здесь покоится Нуриев. Знаменитый балетмейстер и хореограф Рудольф Нуриев бежал из СССР на запад в 1961 году. Какое-то время я часто видел рядом с этой могилой пожилую даму. Потом я узнал, что она тут ночевала, прямо на могиле. Нет, это невероятно! Кто она? Наверное, театральная гардеробщица. У старинного кладбища Сен-Женьев-де-Буа много тайн и большая история. А что вы думаете о зимнем плавании? В Латвии у моржевания немало поклонников. Они уверены, что окунаться в ледяную воду полезно не только для физического здоровья. 84-летняя Астра из Балгали начала заниматься зимним плаванием 20 лет назад. Теперь вся ее семья каждое воскресенье отправляется к озеру вместе с многими другими жителями деревни. Кому северная идиллия становится слишком идилличной, тот пробивает лед и идет купаться. Зимний спорт в Латвии. Хорошо, очень хорошо. Это делает нас счастливыми. Действительно? В чем именно заключается это леденящее счастье? Мы отправляемся на запад Латвии в Балгале. К Зинте Дрейманы. Вот уже три года она купается на свежем воздухе раз в неделю. И не важно, плюсовая или минусовая температура, как сейчас. Сначала нужно освободить место для купания ото льда. При минус 10 оно быстро замерзает. А теперь в воду. Сегодня вместе с опытной 84-летней бабушкой Астрой. Экстремальное охлаждение длится почти 10 минут. Как вообще такое можно выдержать? При погружении в холодную воду сначала происходит шок. Дышать трудно. Поэтому первая задача – овладеть дыханием. Сконцентрироваться, глубоко вдохнуть и выдохнуть. И следить, чтобы дыхание было равномерным. То, что вызывает удивление в Южной Европе, здесь на севере – традиция. Викинги, вероятно, занимались зимним купанием уже более тысячи лет назад. Сегодня зимой купаются тысячи латвийцев. Даже в реке Даугава в столице Риги. Лед здесь довольно толстый, а его осколки можно пораниться. Поэтому мужчины из клуба «Ледяные медведи» часами готовят бассейн для любителей экстремальных температур. Это типично латвийское, потому что мы, латыши, привыкли к нормальной зиме. И поэтому мы не боимся холода. Для нас холодная вода – не редкость. Мы купаемся в ледяной воде и чувствуем себя прекрасно. Зимнее купание считается полезным. При погружении в холодную воду сосуды сужаются. После купания – расширяются. Это улучшает кровообращение в организме. Смена температуры от холода к теплу также укрепляет иммунитет. Поэтому любители зимнего плавания реже болеют, чем любители теплого душа. Хотя немного теплой воды в конце не помешает. Но зимнему купанию нужно учиться. И должен быть кто-то, кто вас вдохновляет, говорит Зинта Дреймани. У меня это началось в детстве. Я, маленькая девочка, слушала страстные рассказы своей бабушки. Как это здорово, как много энергии ты получаешь. И какое невероятное ощущение свободы, когда ты купаешься зимой. Прямо магия какая-то. Особенно, когда потом можно согреться у камина, который муж Карлис подготовил для семьи. Дети – Эмилия, Рудольф и Рейнис – зимой пока еще не купаются. Зато уже ходят босиком по снегу. Любовь к холоду делает семью Дреймани сильной, говорит Зинта. Особенно сейчас, в эти трудные времена. Мы учим наших детей тому, что нужно наслаждаться жизнью здесь и сейчас. Каждый день. Мы учим их использовать все возможности, которые дает жизнь. И ничего не бояться. Тем более, ледяного озера, где так весело можно провести время с единомышленниками. Конечно, при условии, что озеро крепко замерзло. Их называют властелинами океанов и морей. Речь, как вы наверняка догадались, идет о китах. Несколько тысяч китов обитают и в Средиземном море. Они относятся к разным видам, но прежде комфортная среда обитания такой больше не является. Существованию китов угрожают не только судоходство, рыболовный промысел и другая деятельность человека в море. Загрязнению способствует и деятельность человека на суше. Исследователи собирают данные на этот счет, пытаясь привлечь внимание к ситуации. Они уверены, что киты в большой опасности. Все начинается рано утром в порту итальянского Сан-Рема. Сабина Айрольди возглавляет экспедицию в заповеднике Пелагос у итало-французского побережья, где обитает более двух тысяч китов. Они в опасности. Судоходство – серьезная угроза для китов. Столкновения и серьезные аварии происходят снова и снова. «Нередко суда сталкиваются с финвалом или кашалотом. И тот, кто сидит за штурвалом корабля, этого даже не замечает. Вот как на этом фото. Грузовой корабль вот так прибыл в порт, и никто ничего не заметил. Вон они выпрыгивают! Боже, он приближается! Около 15 любопытных дельфинов. Затем они снова исчезают. Все наблюдения заносятся в базу данных, которыми впоследствии могут воспользоваться для университетов. Исследователи продолжают путь. Подальше от побережья, туда, где с большой долей вероятности можно встретить китов. В университете Падуи профессор Сандро Мацериоль исследует новые угрозы, нависшие в последнее время над морскими гигантами. И если в Италии выбрасывает на берег мертвого кита, то он всегда спешит к нему. Профессор Мацериоль – судмедэксперт среди исследователей китов. Сегодня он осмотрит двух дельфинов – одного молодого и одного совсем маленького. Дельфины, родственные китам, нашли этих животных на пляже рядом с Венецией. В последние годы мы обнаружили то, чего никогда раньше не видели – распространение вирусов, бактерий и патогенов с материка. Если задуматься о том, где они на самом деле должны быть, то это пугает. Во время масштабных наводнений, таких как в итальянской Миле-Романе прошлым летом, болезнетворные микроорганизмы попадают в воду, например, с удобренных полей, а затем в море. Эти наземные патогены крайне опасны для иммунной системы морских млекопитающих. Марио, посмотрите туда, я что-то заметила. Кажется, это был вдох. В 50 километрах от берега. Если Сабина действительно заметила финвала, то чтобы подышать, ему придется всплыть примерно через 10 минут. Сколько времени прошло? Девять минут? О, Боже! Вот он, финвал длиной почти 20 метров. Это невероятное чувство, потому что я никогда раньше не видела кита. Замечательно контактировать с животным, которое настолько больше тебя. На спинном плавнике виден шрам. Возможно, от сети или кабельного грибного винта. В остальном животное выглядит здоровым. Даже спустя сотни раз. Вначале всегда это одно и то же захватывающее чувство. Но потом во мне берет вверх исследователь. Я вспоминаю, что мне еще нужно собирать данные. Назад в порт Сан-Рема. Сабине Айрольди не терпится проанализировать все новые записи и поделиться ими с исследователями университета Падуи, а затем снова в плавании на защиту китов в Средиземноморье. Пишите нам, какой репортаж понравился вам больше всего. И ждем ваших предложений. Сюжет на какую тему вы еще хотели бы увидеть в одной из наших передач. В следующий выпуск Европы в фокусе смотрите через неделю. Подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!